Для того, чтобы зимняя ловля рыбы не оканчивалась незапланированным дайвингом, сотрудники МЧС проводят регулярные профилактические мероприятия. Ведь, как говорится, хороший рыбак ищет рыбное место, а не безопасное. Сегодня мы вместе с инспекцией по маломерным судам отправляемся в рейд. Цель поездки – предупреждение несчастных случаев как на льду, так и на воде Десногорского водохранилища. В рейд инспекторы ГИМС в этот раз выходят с целью профилактики. Десногорское водохранилище – это, пожалуй, самый популярный водоем у любителей рыбалки в этих краях. Ежедневно сюда за уловом приезжают десятки людей с удочками. Бесстрашные любители зимней рыбалки располагаются как у открытой воды, так и на замерзшей акватории водохранилища. И каждый из них уверен, что с ним ничего не случится. Чтобы встреча с подлещиком и окунем прошла благополучно, необходимо неукоснительно соблюдать правила поведения на льду. Больше 80 сантиметров уже на лед можно выходить. И бояться это промоин, проток. Как бы, на, смотрите. Безопасность превыше всего. Промоины, черные пятна, где на льду. От края, если будет пройти самое, от моины уже нечего делать. На лед нельзя заходить. Потому что зайдешь, вот назад не выйдешь. Помимо этого, категорически запрещено выходить на лед в темное время суток, а также в состоянии алкогольного опьянения. Зимняя рыбалка требует особых знаний и обычно это удел опытных рыбаков. Тем не менее, спасатели проводят профилактические беседы и раздают листовки с правилами поведения на льду всем присутствующим. Даже опытному рыбаку бдительность терять никак нельзя. Лед 8-10, как они обычно выходят, чтобы не бояться. От проток дальше, от камышей дальше. Со страховками совсем выходят. То есть нам это очень приятно, что наша работа не проходит зря. Что мы листочки раздаем, они читают и что-то для себя остается в них. Ответственное пребывание на льду и регулярные рейды дают соответствующий результат. Каких-либо происшествий на Десногорском водохранилище в этом году не зафиксировано. Продолжение следует...